Первое. Я не лежу сбоку от него, я подворачиваюсь под него. Моя голова под его корпусом. Второе. Как работает моя нога? Моя нога лежит на нем сверху. Зачем она мне сверху? Чтобы он не мог подняться. Если моя нога сбоку, он очень легко распрямится. Моя рука здесь его не остановит. Он все равно легко распрямится. У него есть три точки опоры, опол. Ок? Если я ставлю ногу сверху, распрямись. Моя нога очень эффективна, как такой большой мясной клин, удерживает его сверху. Это такой клинч ногой. Рукой эффективно, ногой. Еще эффективнее. Выпрямляйся. И вот здесь я уже могу додакнуть и уходить. Ок? Давайте немножко облегчим вам этот поворот. Добавим кое-что, что поможет вам чувствовать себя там лучше. Первое. Если вы зацепились за ногу, вы также можете не просто цепляться за ногу, а также толкать и управлять подворотом при помощи толкающего V-образного заклада. Подвернуться таким образом тоже можно. Ок? Второе. Если вы зафиксировали голову, вы можете ненадолго развернуть ногу. Для того, чтобы вам было проще поставить ее на его спину. Зачем? Попробуй встать. Сейчас это очень приятно. Но это только если я лежу под ним. Если я сбоку, вставай. Ничто ему не препятствует. Если я подниму. Все хорошо. Поэтому, когда вы ассистируете, создавайте давление. Можете сейчас встать на ноги, чтобы у партнера была возможность для подворота. Если вы неопытный в этом движении, то вам нужно больше места для подворота. Когда вы научитесь этому движению, почувствуйте его. Вам вообще не нужно будет места. Вы сможете сами освободить себе место и подвернуться. Можете сейчас еще раз сделать? Я просто хочу обратить внимание на нюансы, которые я тебе говорил. Просто я думаю, что его половина... Ну, часть людей его пускает, и я, в том числе, его поставил. Еще раз. Обратите внимание, насколько низко вот это вот колено у Ильяса. То есть он не пытается оставить его на спине у партнера. Он его уводит вниз, он смотрит сейчас в ковер. Да. Это очень важная часть, потому что без этого хочется его оставить на верху, но тогда оно там лежит. Но это неправильно, я иду под него. А, справа лево. В данном случае я прав. Фактически я могу выйти с другой стороны, если мне надо. Окей, давайте попробуем с этими уточнениями и пойдем дальше. Раз, два, три. Поехали. Спасибо.